02-й он тогда был Пархун, типа штурм из Варина. Вперед. У нас были радиостанции у 3-го полка, которые прослушивали, их пеленговали. И у нас мы вычислили по позывным, может это радиоигра, да, но вычислили 56 позывных разных наблюдателей. И они, как ни докладывали, они видели все наше перемещение, полностью все. Мы еще в стадии коров сидели, там, ходили. Мы, конечно, эти все пункты потом рассчитывали, смотрели и расстреливали, там, где они могут вести наблюдение. Но вокруг нас был чисто противник. Мы туда выдвинулись, и мы слушаем, о, типа укропы идут, готовьте палочки, будем их жечь, только дождитесь, чтобы зашли за реку. Это Коваленко уже тогда. Готовьте палочки, палочки, это у них были птуры. И мы двигаемся, двигаемся. Я так понимаю, у них кто-то, кто-то натупил или не натупил, не знаю, но по нам начали жестко бить артиллерии сразу же. 120-е. Я так понимаю, миномет, батальонные минометы 120-е начали по нам валить. Разрывы везде. То есть массированный обстрел, не один, не два, батарея, да? Да, ну, именно обстрел, но не попали ни в кого рядом. Колона идет, и получается, чтобы мы не дошли до этого села. Перше, что самое основное, я дивился интервью Жене, и Женя не сказал того, что только мы начали рух, то с российской стороны поднялись в повітря два винищувача, и они нас сопровождали на весь час, поки мы рухались в напрямку из Варина. Мы подошли, я хотел уже расходиться в бойовом порядке, но действительно понял, что нас вели, потому что сидели корректировщики, они навели, и они чутко начали класти минометами 120-ми и 82-ми, я даже скажу, из подносов 76-ти так же клали, потому что влучно, но еще им не хватало, как бы, отстаня, они перескакивали, потому что мы рухались, и рухались на великой швидкости, мы шли десь километров 30-40, а для минометного обстрелу, ну, это, как бы, велика перепода. И в это время мы видим, как слева-справа пытается зайти бронегруппа, и она там там выйдет, ее обстрелять, потом она переедет, с другой стороны заходит, было несколько заходов. Вот возле нас был низина такая, и она переходила в мост через речку, это вот, и они пытались к этому мосту выйти, и по ним был сосредоточен весь огонь, который был там в наличии всех сил и средств у противника. Ну, они действительно, противник вел массированный огонь, да, то есть там, наверное, нельзя было брать. Они не могли ничего сделать, во-вторых, я так понял, что мост был заминирован, на мосту были какие-то бетонные сооружения, то есть его пройти вот так просто не получалось. И я понял, что по нам начали открывать огонь уже с стрелецкой оружием, что нужно повернуться, перегруповаться, нанести в огонь артиллерии, подавить противника и потом попробовать еще раз. Я вихожу, доповидаю Муженко, Муженко, что-то у нас прерывается. А он доспосередньо керував цей операцией, да? Нет, керував я нею, но когда над мной прилетала молния и сказала там порох, порох, я молния, я это заповнив, потому что мне так приелось, а это ретранслятор, который прилетал, и чтобы я вийшов на них. И перерывался связок, он говорит, ну что там, я говорю, там противник, он нас ждет. Он говорит, тогда не нужно заходить в Изварину, просто еще подъйди, витягни, чтобы мы понимали, где находится противник. То есть уже не было завдания взятие под контроль Изварина, потому что первым нашим выездом с 79-ю бригадой мы понимали, что Изварина не является важным стратегическим пунктом. Есть подступы до Изварина. И они полностью, как бы, тримаются бойовиками, но не бойовиками, а российскими войсковыми. И я вийшов, потом как-то прорывается Грищенко, начинает меня угрожать, там, слышишь ты, майор, ты станешь капитаном. Я говорю, я вообще-то капитан. Говорю, так что до свидания. И он мне начинает что-то там, ну что я не выполнил завдания, да ты, да как ты мог, да туда-сюда. Я говорю, конечно, хорошо воювати за 360 км от переднего края. Ты бачил вообще свой передний край и стан своих войск, что они тут находятся, что они тут едят, что есть в них боеприпасы, как они вообще тут находятся. Я тоже могу сидеть в населенном пункте под контрольным украинским войсковым за 360, наголошу, за 360 км от переднего края. И рассказывать какие-то сказки, что я неправильно выполнил завдания. Ну, это меня так взбесило, потому что, ну, мой Камбриг Забродский, он ходил безусловно в боевом порядке. Максимум, он мог отстать от боевого порядка, это на метрик 300-400. А 360 км – это отстань. Максимум, он мог отстать от боевого порядка.